МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире православный календарь. Сегодня мы расскажем. Жизнь в православии. Якутская епархия подводит итоги. Идем в храм. Как подготовиться к Рождеству, расскажет Игумен Никон. Святитель Петр. Святитель Петр, митрополит московский, родился на Волыне. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению священного писания. Патриарх Константинопольский Афанасий с собором возвел на русскую митрополию святителя Петра. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления русской митрополией. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России. С Рождеством Христовым! Поздравляю вас, дорогие братья и сестры! В эту святую ночь 2000 лет назад произошло событие, которое изменило ход человеческой истории. Ибо сам Бог пришел на землю. К изменению призывает нас Святая Церковь в эти дни. Изменить себя и окружающий нас мир. Изменить любовью, милосердием и сострадательностью. И примером добудет нам Сам Господь. Пусть наступивший 2016 год будет благословенным, мирным и созидательным. Пусть радость этого благословенного и великого праздника Рождества Христова как можно дольше будет жить в наших сердцах. А свет Вифлеемской звезды пусть освящает и благословляет наше будущее. С Рождеством Христовым! С праздником! Якутия православная готовится к Рождеству Христову. Для людей верующих год заканчивается. Сегодня мы решили подвести итоги года уходящего. В этом году Якутская епархия отметила юбилей. 145 лет основания. Одним из главных событий стало открытие Музея Православия в Якутской духовной семинарии. По давней церковной традиции именно в духовных школах создавались музеи. Сегодня эта традиция возродилась в Якутской епархии. На сегодняшний день никто, многие не знают, где даже в Луусска, если подходят, говорят, а сколько здесь церквей стояло, допустим, Менгелос. Многие не знают, особенно молодежь. Поэтому я привязал все это самое к современной территории. В преддверии празднования юбилея Великой Победы Якутская епархия учредила конкурс-фестиваль студенческих хоров «Песни Победы», в котором приняли участие хоровые коллективы вузов столицы. Съезд православной молодежи в этом году прошел в городе Алдани. На два дня южная столица Якутии расцвела молодыми улыбками со всех концов республики. Ребята совместно молились, знакомились и общались. Проводили яркие волонтерские акции. В этом году в Якутской епархии освящено пять храмов. Крестово-Сдвиженский храм на территории исправительной колонии номер 3 в селе Бестях Хангаласского района. В поселке Заря на территории Мивницкого района. Церковь решили осветить честь святого равноапостольного князя Владимира. В селе Хамустах Намского района освящена Покровская церковь. Строительство нового храма было благословлено на том же месте, где ранее стояла старинная церковь в селе. Одним из самых северных храмов Якутии был освящен в честь иконы Божией Матери Скоропослушница в районном центре Аннабарского национального Долгана-Ивенкийского улуса поселка Соскалах. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы епископ Якутский Ленский Роман совершил великое освящение храма святого великомученика Георгия Победоносца. В городе Нерюнгли в храме святого Георгия совершаются богослужения, за которыми прихожане молятся о войнах, положивших свои жизни в годы войны. До сих пор очень много людей, кто не похоронен, кто не пропали без вести, неизвестных судьбах. И открытие храма в честь победы, в честь 70-летия, Великой Победы, я считаю, это великое дело, великий праздник. Процветает в нашей епархии монашеская жизнь. Так епископом Якутским и Ленским Романом была освящена новая обитель – Андреевский мужской монастырь в городе Мирный. Игуменом по представлению правящего архиерея назначен и романах Серафим Рожка. Это уже третий монастырь на территории нашей епархии. А самая древняя обитель Дальнего Востока России в этом году отметила 375-летие. Он находится в Якутске. Это Спасский мужской монастырь. Обитель была возрождена усилиями правящего архиерея. Сегодня в монастырь стремятся паломники со всей Якутии. И умозрительно каждый паломник сегодняшний сможет пройти по тем святым местам, где прежде и 100 лет, и 200, и 350 лет назад проходили по этим местам паломники со всей Якутии, со всего Дальнего Востока, куда приходили к святителю Накентью Вениаминову за советом, за благословением, за молитвами. Возрождаются традиции, которые раньше были, потому что Спасский монастырь, он очень древний, самый древний на Дальнем Востоке. И то, что он возродился, и возродились эти традиции, это все во славу Божию, и слава Богу, что у нас есть такая возможность. Самым главным событием в этом году для верующих Якутии стало прибытие чудотворной мироточивой иконы святителя Иннокентия из Хабаровска. Имя святителя, небесного покровителя Якутии, поминается здесь в каждом храме. Приложиться к чудотворному образу собралось почти все население города и ближайших улусов. Святыня была принесена на юбилей епархии, в дни, когда в столице проходил Дальневосточный Свято-Инокентьевский форум. В этом году форум поменял формат из республиканского в региональный. Сегодня у нас участников более 300 человек. Это представители абсолютно всех благочинений епархии, и, соответственно, большинство числа улусов нашей республики. Есть четыре делегации из других субъектов Дальнего Востока. В этом году на карте паломничества якутян на одну точку стало больше. В Покровском женском монастыре в Москве, правящем архиереем якутской епархии, была освящена памятная доска при освященному Деонисию Хитрову, первому епископу Якутии. Активная издательская деятельность нашей епархии в этом году достигла самого высокого уровня. В Государственной российской библиотеке было презентовано семитомное собрание сочинений святителей Иннокентия. Посчитали достойным, чтобы об этом семитомном издании знали как можно больше людей. Впервые в Якутске прошла и олимпиада для школьников по основам православной культуры. Учредителями олимпиады выступили окружная администрация города и якутская епархия. В этом году произошло еще одно знаменательное событие. Впервые церковный проект получил ТЭФИ. Фильм «Якутия. Небесный покровитель», созданный якутской епархией, стал лауреатом сразу нескольких всероссийских и международных конкурсов. В Рождество Христово 7 января для гостей и жителей столицы состоится премьера фильма в кинотеатре Лена. Якутская епархия завершает свой юбилейный год символической цифрой. Общее количество храмов и приходов достигло 145. Число приходских общин – 76. В этом году были открыты еще 10 новых приходов. На данный момент в епархии строится еще 23 храма. Якутия постепенно возвращает себе былую славу колыбели православия Дальнего Востока. С наступающим Рождеством Христовым! Мира, счастья и благополучия! Приближается Рождество Христово. Как правильно подготовиться к этому празднику, нам расскажет Игумен Никон. Подготовка к Рождеству Христовым есть само по себе событие праздника. В церковном богослужебном круге мы знаем о том, что самые праздники не празднуются почти никогда в самый день и только. Но обычно бывает предпразднство и попразднство. Если в богослужебных текстах это выражено в молитвах, то в подготовке человека к празднику должно быть непременно его участие. И здесь вопрос стоит не только в отношении конкретно празднующего человека, но мира вокруг нас. Если вокруг меня есть люди в поле моего зрения и внимания, которым плохо и тяжел в этот день, которые нуждаются не просто в праздничном столе, а хотя бы в элементарном пропитании на день настоящий, то праздника быть не может, торжества не существует. Радость только там, где есть радостные. Об этом нам говорит Евангелие. Поэтому подготовка к Рождеству – это, конечно, украшение своего жилища, это и перезывание гостей, конечно же, это и участие в рождественских богослужениях, но и это мир, который мы сами делаем своими руками, свою жизнь вокруг нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова